Теперь уже никто добра не носит даже и личину, злой внутри и сверху разлито. Но укажи мне, где искать причину, внизу или в небесах, когда пойму я и другим поведать непременно. Монстр, пугающее, сильное, иногда отвратное существо, примечательно именно благодаря тому ужасу, который его вдохновляет. Однако, несмотря на изначальное значение, этот термин также может употребляться для обозначения человека, который резко и обычно в худшую сторону отличается от других своими нравственными качествами. Как сказал Прима Леви, итальянский писатель и поэт, переживший заключение в Освенциме, «Чудовища существуют, но их численность слишком незначительна, чтобы представлять реальную угрозу. Много опаснее обыкновенные люди, служащие, функционеры, готовые верить и действовать, не задавая никаких вопросов». Что отличает природу монструозного от природы человеческой? Человек подчиняется закону, будь то закон природы или закон социума. Монстр не просто нарушает закон, он его отменяет. Кого мы обычно называем чудовищами? Например, оборотень – это монстр, который отменяет законы природы, превращается из человека в волка и наоборот. Социопаты и маньяки – монстры, аннулирующие законы социума. Закон учреждает то, что в психоанализе называют тестированием реальности. Необходимость соизмерять себя законами природы и законами этого социума. Тестируя реальность и натыкаясь на законы и запреты, мы видим свои ограничения и переживаем утраты. Подходя вплотную к установленной законным черте, мы чувствуем тревогу, тревогу приближения к собственному пределу. Преодолевая эту черту, человеческое трансформируется в монструозное, не знающее ограничений, тревоги и утрат. Но что провоцирует такую трансформацию? Какого человека можно назвать монстром и какого монстра можно считать злым? Кто вообще вправе оперировать такими величинами, как добро или зло? Всеми этими вопросами задался науки Уросава в начале 90-х и постарался найти на них ответы, написав один из лучших психологических триллеров всех времен – «Монстр». Именно о нем мы сегодня и поговорим. Это «Черный кабинет» и добро пожаловать. Ребята, но прежде чем перейти к теме сегодняшнего выпуска, я бы хотел вам напомнить о том, что с хорошим киносервисом можно устроить просмотр где угодно. Хоть на даче, хоть в дороге с друзьями, хоть дома на диване перед телевизором, да хоть в поезде или самолете. А лучшим киносервисом, естественно, является онлайн-кинотеатр «Иви». Если ты хочешь получить 30 дней подписки и доступа к тысячам фильмов и сериалов, то у тебя сейчас есть такая возможность. Онлайн-кинотеатр «Иви» славится тем, что у него самый большой выбор фильмов, сериалов, мультфильмов, в том числе в 4К-качестве. На «Иви» каждый профиль зрителя уникальный. Система запоминает, какие фильмы ты смотришь, как их оцениваешь и как часто пересматриваешь. И рекомендует тебе то, что понравится. Кстати, про поиск, он здесь тоже продвинутый. Фильмы можно искать по жанрам, актерам, киностудиям, режиссерам, по сочетанию слов. В поиске того, что посмотреть, помогут и специальные подборки, которых на «Иви» великое множество. Еще в «Иви» в одной подписке можно оформить до пяти разных профилей. И у каждого будут свои рекомендации и своя история просмотров. Это очень удобно, особенно для семьи. Ну а если ты вдруг решишь отправиться в путешествие, ты можешь просто закачать фильм или сериал прямо в приложении «Иви» и смотреть его когда угодно и где угодно. К примеру, фильм «Красный призрак», который я не так давно вам рекомендовал к просмотру. Его уже можно посмотреть на «Иви» в отличном качестве. Ну а теперь, собственно, о том бонусе 30 днях, которые я тебе уже говорил в начале. Для этого нужно всего лишь перейти по ссылке в описании, ввести вот этот промокод «Кабинет» и все. 30 дней подписки в подарок. Переходи, смотри свои любимые фильмы. Ну а мы продолжаем. Что бы вы сделали, если бы вам предложили выбрать один из двух вариантов? Спасти ребенка или дать ему умереть? Несложная дилемма для любого здравомыслящего человека. Но как бы вы поступили, если бы узнали, что спасенный вами ребенок стал худшим из людей? Монстром в человеческом обличии, жестоким, расчетливым убийцей пожалели бы вы о своем решении? Или же разделили мысль Достоевского о том, что даже счастье всего мира не стоит одной слезинки на щеке невинного ребенка? Сложный философский вопрос, который наталкивает на размышления о самом понятии невинности и факторах, которые формируют нас как личности. Рождаемся ли мы склонными к насилию и жестокости, или так влияет на нас общество и социум? Какова человеческая природа на самом деле? Как я уже сказал, всеми этими вопросами задался мангако по имени Наоки Уросава. Человек, который еще в детстве решил, что станет мангакой и обязательно будет рассказывать свои истории. Я начал рисовать, когда мне было 5 лет. Мои родители не ладили, я все время проводил в доме у своей бабушки. Кроме того, в школу я пошел позже остальных, мне пришлось вливаться в коллектив. И скажу прямо, это давалось мне сложно. Рисование стало для меня не просто хобби, а занятием, которое спасло меня от одиночества. В те годы я не то чтобы писал свои истории, конечно же нет. Я перерисовывал мангу признанных мастеров, таких как Асаму Тедзука. Пытался понять, как у них так ловко получалось рисовать, и почему я испытывал страх, радость, печаль во время прочтения этих чудесных историй. Помимо влечения мангой, науки с ранних лет полюбил кинематограф, музыку, литературу. Вечерами он зачитывался мангой, детективными новеллами, слушал рок и смотрел французское кино «Новой волны» и фильмы Хичкока. Так любимыми картинами для него стали «Дыра» Жака Беккера и «Птицы» Хичкока. Именно эта любовь к психологическим триллерам, хоррорам, детективам и отпечаток, который оставил на его судьбе уход отца из семьи, сподвигли его в своем творчестве постоянно исследовать одни и те же темы. Кризис идентичности, анализ природы человека и, наконец, поиск источника истинного зла и добродетеля. Эти темы регулярно в той или иной форме раскрываются в произведениях Уросавы. Его персонажи постоянно сталкиваются с проблемами поиска своей идентичности, с несправедливостью, худшим злом, а дети и их трагические судьбы выступают отражением жестокости мира взрослых. Мира, частью которого они так или иначе станут в будущем. И квинтэссенцией в раскрытии этой идеи для японского автора стал образ Йохана Либерта, главного антагониста произведения «Монстр», ребенка которого лишили детства, собственного «я» и, как следствие, любого намека на человечность. Волей судьбы к молодому и исключительно трудолюбивому и талантливому японскому врачу-нейрохирургу Кэнзо Тенме, уехавшему учиться и работать в Германию, в ФРГ, так как начало сюжета начинается до падения стены между ГДР и ФРГ, и попавшему в сложный профессионально-личный конфликт с коллегами, попадает на операционный стол маленький мальчик, чьи родители, беженцы из ГДР, накануне оказываются убитыми, а сам мальчик получает пулю в лоб. Кэнзо Тенме совершает почти невозможное и спасает ребенку жизнь, ставя на кон свою карьеру и отказываясь выполнять прямой приказ своего начальника. Спустя несколько дней мальчик и его сестра-близнец, потерявшая ранее от шока память, исчезает из больницы, а коллеги, с которыми у Кэнзо был конфликт, в их числе директор больницы и отец невесты Кэнзо Тенме, оказываются убитыми конфетами. Подозрение падает на Тенму, но улик против него не находят. Спустя 12 лет, уже после падения стены, по Новой Германии прокатывается волна убийств пожилых бездетных супружеских пар. Кэнзо оказывается в центре происходящего и с леденящим ужасом узнает, что организатор убийств множество невинных людей, чудовище, монстр, о котором даже преступники боятся говорить, тот самый мальчик. Не в силах вынести груз за вины, врач клянется выследить и убить своими же руками того, кого он вернул к жизни, чтобы остановить дальнейшие смерти. Монстр – это психологический триллер, хоррор и комедия человеческой жизни. Произведение, написанное в любимом жанре Уросавы, фаната работ Хичкока и Стивена Кинга. Когда я смотрю фильмы Хичкока, у меня возникает ощущение, что напугать зрителя и заставить его смеяться – это по сути одно и то же. Главное – это ловкая манипуляция и правильная работа с подготовкой шутки или пугающего события. Вести читателя по истории для мангаки важно точно так же, как и в кинорежиссеру. Я вообще полагаю, что наш подход к работе очень похож. Я ведь по сути рисую большую раскадровку к фильму, поэтому и продумываю каждую страницу как сцену. Естественно, за увлекательными кинематографичными повествованиями в произведении Уросавы стоит крепкая основа – раскрытие сложной, побуждающей на рефлексию темы, и в случае с монстром их мангака прописал сразу несколько. Представление мангаки «Детство» – это тот период времени, который предопределяет то, какой личностью станет человек. Тема взросления – одна из ключевых в его творчестве, от 20th Century Boys до Плута, от мастера Китона до монстра. В каждой истории Уросавы можно встретить ребенка, который так или иначе столкнется со сложной моральной дилеммой, решающим поворотным моментом и непредвиденными трагическими обстоятельствами, которые поставят его перед выбором – пойти по пути зла или посвятить свою жизнь благим поступкам. Отражение собственных проблем и трудностей, которые автор пережил в детстве, отражение своего одиночества он проецирует на своих героев. Монстр построен на противопоставлении двух персонажей, а точнее двух идеологий, двух взглядов на жизнь, на добро и зло в лице протагониста Кэнза Тенмы и антагониста Йохана Либерта. Это история о двух очень похожих друг на друга личностях, которые по какой-то причине, которую необходимо определить для себя читателю самостоятельно, пошли по совершенно разным путям развития. С одной стороны, главный герой, который, несмотря на все уродство мира и людей, с которыми его сводит судьба, несмотря на свое одиночество в детстве, зачастую идя против системы, сохраняет свой морально-этический компас в целости и пытается находить в людях исключительно положительно. И с другой стороны, циничный, холодный нигилист Йохан, который то ли вследствие мучительных опытов, которые над ним проводили в юности, то ли вследствие собственного выбора и генетической предрасположенности, стал олицетворением зла. Но зла не монструозного типа, а холодного, обаятельного и скорее сподвигающего людей на раскрытие в себе темных сторон личности, зла, играющего на страхах и слабостях человека. Мангака сталкивает двух противоположностей спасителя и спасенного, двух людей, верящих, по сути, в одно и то же, в равенство. В равенство в плане справедливости со стороны Кензо и в равенство перед смертью со стороны Йохана. Но интереснее всего, Мангака проводит противопоставление это в их взгляде на детей и детство. Оба героя любят детей, точнее как, Йохан видит в них те, кто может разделить его способность не привязываться к вещам, вследствие того, что они еще не сформировали само представление о жизни, любви и могут быть так же, как и он, жестокий и хладнокровный. Кензо же видит в детях безграничные возможности и потенциал. По сути, произведения Уросавы, герои и злодей разделяют одну и ту же точку зрения, как на детство, так и на жизнь в целом. Если мир такое кошмарное место, то какой же смысл продолжать жить? Однако, тогда как Йохан убежден в этом и пытается на протяжении всей истории убедить своего спасителя, что единственное в этом мрачном мире, что действительно имеет истинную ценность и свободу, это смерть, Руководствуясь правилами нигилизма, он стремится к разрушению неудовлетворяющих его ценностей и созданию тех, которые подходят его мировоззрению. Реализацию этого герой видит в совершении самоубийства руками главного героя, которое будет представлением того, что над человеком не властны никакие законы бытия и достижением полной свободы. Тенма же продолжает надеяться и верить в лучшее, лишь бы бороться против такого порядка вещей, несмотря на то, что он сам уже давно верит в это. Как сказал Альберт Камю, нигилизм – это не только отчаяние и отрицание, но главное – это воля к отрицанию и отчаянию. И эта схватка идеологий в результате преображает обоих персонажей. Уросава не сводит развязку к банальному и очевидному выводу, а-ля добро лучше, чем зло, и добро побеждает. Как я уже сказал, в мире мангаки хоть и присутствует зло и добро, однако граница между ними настолько размыта, что ближе к концу стирается полностью. Перечитателям раскрываются личности со своими искалеченными судьбами. От второстепенных персонажей до главных ведущих лиц во вселенной Уросавы обитают живые люди с реальными проблемами, с которыми им так или иначе придется справиться и превозмочь. Кенза Тенна убедится в том, что зло существует, что люди не всегда достойны спасения. Однако это открытие не побудит его принять монстр внутри себя, а вопреки убеждениям Йохана заставит его лишь сильнее полюбить жизнь за те редкие моменты счастья и света в людях, которые отыскать в этом мире все еще можно. Поэтому он спасет Йохана во второй раз. Ну а Йохан, в свою очередь, обретет свое истинное имя и бесследно исчезнет. Мангака оставляет финал открытым не просто так. Моральные дилеммы и философские вопросы затронуты в произведении, читатель должен решить для себя сам, и ровно как и герой и злодей, он обязан сделать вывод. А как думаете вы, исчезновение Йохана означает то, что, получив имя, монстр исчез, а мальчик обрел свободу? Или то, что зло в его лице все равно останется где-то за углом неподалеку? Творчество Уросавы — это высказывание автора о выборе и его последствиях, о судьбе и роли случая в жизнях, о добре и зле и о многогранности существования, которое только мы с вами можем сделать лучше для себя, для своих близких и всего мира. Был ли я счастливым ребенком? Скорее, нет, чем да. Но так случилось, что тому ребенку выпала возможность стать настоящим автором манги. Удача или талант, я не знаю, но мне повезло, что у меня такая широкая читательская аудитория. Любопытно, а какое значение имеет моя манга, мое творчество, и имеет ли она вообще его? Теперь уже никто добра не носит даже и личину, злой внутри и сверху разлито. Но укажи мне, где искать причину? Внизу или в небесах? Когда пойму я и другим поведать непремену. Субтитры создавал DimaTorzok